Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Моя прекрасная коллега Юлия Тадеуш замечательно рассказала в своем выпуске о том, какие работы предстоит сделать при подготовке роз к зимовке. Одна из проблем, которую она обозначила, это необходимость укладывания побегов роз, и в осенний период, особенно с наступлением холодов, эти побеги становятся хрупкими, иногда ломаются. Очень жаль потерять крупные, хорошие ветви, особенно у плетистых роз, на которых и формируются те приросты, которые впоследствии дают нам самое пышное цветение. Когда вы имеете большие экземпляры плетистых роз, укладывать их особенно сложно. Я сегодня познакомлю вас с одним рецептом подкормки роз, особенно плетистых, который позволит длительное время сохранять их побеги эластичными, предотвратит вот эту хрупкость, а также позволит им пережить зиму наилучшим образом, минимально подвергаясь рискам подмерзаний. Компоненты этого состава для подкормки самые простые, их можно найти буквально в любом доме. Пойдемте готовить! Для приготовления состава, способствующего хорошей перезимовке роз и других теплолюбивых растений, таких как будлея и так далее, а также для сохранения эластичности ветвей при пригибании веток к земле с целью их лучшей перезимовки, нам понадобится всего-навсего обыкновенный столовый уксус, у меня 9%, но вы можете взять и эссенцию. Нам понадобится перекись водорода, у меня обыкновенная аптечная из 3% и нам понадобится калия перманганат, марганцовка. Почему именно эти вещества? Дело в том, что марганец как микроэлемент очень хорошо способствует накоплению сахаров в ветвях, в тех частях растений, которые подлежат перезимовке. И когда сахара накапливаются, ветви становятся эластичными, они, как бы сказать, не промерзают. Вообще зимовка растений обеспечивается накоплением сахаров в тех органах, которые будут подвергаться морозу. А вот наличие марганцевой подкормки будет этому всецело способствовать. Однако не купитесь на обещания блогеров, что просто полив розовым раствором марганцовки позволит вам сделать то же самое с вашими растениями. Ничего подобного. Марганец в марганцовке содержится в такой форме, которая и недоступна для растений, и даже вредна в определенной степени. Для того, чтобы марганец усваивался растениями, нам его надо перевести в легкоусвояемую форму. На 10 литров воды вам понадобится 10 грамм вот этого самого перманганата калия. Вот у меня стандартный вот такой вот пакетик. Для того, чтобы приготовить, нам таких пакетиков надо будет 2. Ну, я вам покажу на примере одного пакетика. Представьте, что вы сюда высыпали 2 пакетика по 5 грамм перманганата калия. После этого вы выливаете сюда пол-литра 9% столового уксуса. Просто берете и переливаете вот сюда вот в этот вот темный такой вот раствор. После чего начинаете сюда лить перекись водорода. Имейте в виду, что в процессе реакции здесь может выделяться газ, кислород. Поэтому делайте это очень постепенно, понемножечку, потихоньку. Лейте сюда марганцовку до тех пор, пока ваш раствор полностью не обесцветится. Полная потеря цвета будет свидетельствовать о том, что ваш концентрат марганца для подкормки зимующих растений с ветвями, которые нужно пригнуть и обеспечить тем эластичность, полностью готов. Пожалуй, 150, но максимум 200 мл марганцовки будет достаточно, чтобы раствор полностью обесцветился. Если вдруг не хватило, надо еще немножко больше, просто доливайте, доливайте, доливайте до тех пор, пока раствор не станет абсолютно прозрачным. Когда шипение здесь закончится, доведите объем раствора до 10 литров и буквально по пол-литра, ну максимум литр на большую розу. Вам будет достаточно под корень пролить по влажной земле для того, чтобы растение насытилось марганцем и накопило дополнительное количество сахара в своих ветвях. Тем самым сделав ветви и устойчивые к морозу, и сушению, и более эластичными. Для того, чтобы в достаточной степени раствор проник к корням, после того, как вы внесли эту подкормку, просто-напросто пролейте почву. Для того, чтобы раствор марганца проник, как следует, к корням, и они насытили все растение. В какое время необходимо делать эту подкормку? Дело в том, что нецелесообразно делать такую подкормку раньше, чем за месяц до планируемой укладки растений, и не позже, чем за две недели до укладки растений. Потому что до укладки растения должны насытиться этим марганцем и должны насытиться сахарами ветви. Поэтому за две недели до планируемого укутывания растений, укладки растений на землю, вам необходимо сделать такую подкормку. Ну и не забывайте, что эта подкормка подходит и для других зимующих растений, которые, возможно, не очень морозостойкие. Такой же дозе вы можете их точно так же пролить и обработать. На этом я прощаюсь с вами. Красивых вам роз, красивого вам сада и отличного настроения. До новых встреч! Ну и маленький лайфхак в конце. Между прочим, с помощью смеси уксуса и перекиси водорода, возьмите, чтобы не путаться там слишком сложно, примерно в равных долях, вы можете с любой поверхности и даже с белой одежды вывести вот эти неприятные коричневые пятна, остающиеся после марганцовки, на раковине, на ванне, даже на руках. Обработкой таким раствором вы в полной мере обеспечите себе первоначальный, первозданный вид ваших вещей. Потому что эта смесь способна полностью обесцветить вот этот розовый, становящийся коричневым раствор там, где он не нужен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова